Восьмидесяти восьмилетний Познер опозорился на всю страну. Владимир Познер опозорился перед многомиллионной публикой. Популярный телеведущий упал в грязь лицом, допустив грубую ошибку в эфире федерального канала. Неприятный инцидент произошел во время беседы с Юлией Меншовой. Досадный ляп Владимира Владимировича услышали миллионы зрителей. Вероятно, 88-летний журналист попросту подзабыл, как правильно произносятся некоторые русские слова. Познер ошибся в произношении простого слова. При рассказе интересной истории Познер так увлекся, что неправильно сказал слово «конфорка». Промах тележурналиста заметила учитель русского языка Татьяна Гартман. Педагог акцентировала внимание на этом и поправила звезду ТВ. «Для начала вам надо понять, что слово «конфорка» произносится и пишется с «Н», а не с «М», сказала преподаватель на своем YouTube-канале. Напомним, что после объявления специальной операции в сопредельном государстве Познер редко появляется на публике. Ведущий не озвучивал свою гражданскую позицию более года, а недавно он публично высказался о действиях Кремля, заявив, что США неправильно себя вели по отношению к России после развала СССР. Также он отметил, что российские власти своими действиями пытались не пустить Украину в военный альянс. Добавим, что недавно Владимир Познер из Америки прилетел в Париж, чтобы посмотреть спектакль Ренаты Литвиновой. Журналист отметился на выступлении заслуженной артистки Российской Федерации. Познер около года назад, покинувший Российскую Федерацию, продолжает разъезжать по разным странам. Недавно его заметили в США в компании Леонида Ермольника. А на днях он замечательно провел время в Париже, вероятно, в столицу Франции, 88-летний. Телеведущий прибыл по приглашению Ренаты Литвиновой. Владимир Владимирович с женой Надеждой Соловьевой посетили премьеру постановки «Литвиновый кактус». Об этом рассказала Зинаида Пронченко. Кинокритик поделилась данной новостью со своими подписчиками. Вчера в Париже в театре прошла премьера спектакля «Рената Литвиновой кактус». Среди гостей вечера, как писали ранее, были замечены Сергей Капков и Владимир Познер с супругой. Остальные приехали не из дальнего зарубежья, а из соседних кварталов, отметила она в своем телеграм-канале. Напомню, что Познер ушел с первого телеканала в конце февраля 2022 года. С момента увольнения про него мало что было слышно. СМИ сообщали, что тележурналист эмигрировал в Италию, где у него имеется недвижимость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова